МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нужакен. Сегодня в программе. Аким области Нурмухаммед Абдибеков призвал все службы и население региона к бдительности в связи с событиями в Ак-Тубе. Журналисты казахоязычных СМИ заявляют, сколько нам еще заниматься переводом. Мы хотим получать информацию на казахском языке. Мир не без добрых людей. Карагандинская школьница спасла и приручила ворону. Нашла каркушу на дереве и спасла ее от мальчиков, которые ее пинали и мячиком кидали в нее. 5 и 6 июня текущего года на территории Октябрьской области проводится антитеррористическая операция по нейтрализации террористов. Принимая во внимание складывающуюся обстановку руководителям Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, председателем КНБ Республики Казахстан генерал-лейтенантом Жумакановым в соответствии с главой 4 правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, утвержденных указом президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года номер 611 в пределах Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атыраусской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбульской, Карагандинской, Казалардинской, Кустанайской, Мангистауской, Павлодарской, Североказахстанской и Южно-Казахстанской областей города Астаны и Алматы установлен умеренный желтый уровень террористической опасности сроком на 40 суток. В этой связи просим с пониманием отнестись к проводимой работе государственных органов, обращать внимание на бесхозные предметы – сумки, коробки, свертки, мешки, чемоданы и так далее, особенно с наличием проводов и технических устройств, а также на подозрительных людей в общественных местах и транспорте. Не прикасаться к подозрительным предметам, не принимать на хранение или для транспортировки подозрительные предметы, особенно от неизвестных лиц. Отнестись с пониманием к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие. Не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Террористические атаки в Ак-Тубе лишили жизни 17 человек, среди которых военнослужащие, полицейские и мирные жители. 22 человека ранены. В связи с этим Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков призвал все службы и население региона к бдительности. Совещание в областном Акимате глава региона начал с минуты молчания. Подробности далее. Сегодня, 6 июня, аппаратное совещание в областном Акимате началось с минуты молчания. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков призвал присутствующих почтить память погибших в Ак-Тубе в минуты тишины. Также глава региона отметил, что жителям и службам города необходимо усилить бдительность и сообщать о всех нарушениях и подозрительных фактах. Меры предосторожности нужно усилить, отметил он. Есть необходимость тоже, по примеру нашего коллеги из Акимовской области, мы же Акимоватинский, по-моему, оправданную, что мы будем воплощать и подготовить бдительность и сообщать о всех, возможно, каких-то подозрений. Дальше Акимобласти провел совещание по запланированному порядку, отметив лишь, что эти события не должны повлиять на работу служб и настроение населения. Следующим вопросом на контроле оказалась инфляция. По словам руководителя департамента статистики Жанат Садыковой, цены на продовольственные продукты выросли, но не на много. Больше всего подорожали лук на 26%, картошка, свекла, чеснок, сладкий перец, лимон, яйца. Среди непродовольственных товаров выросли в цене стеклянные керамические изделия, моющие и чистящие средства, кухонная утварь, бытовые приборы, одежда и обувь. Акимобласти поручил подготовить отдельное совещание и пригласить туда бизнесменов для обсуждения ценовой политики. Разберемся, где там, кто генерирует какие-то вопросы. Сейчас вот сезон как раз, когда начинает поступать товары с юга уже нового урожая, как говорится. И в этих условиях там кто-то пытается поймать дополнительную маршру. Так не пойдет. Заседание с оптовыми реализаторами и владельцами крупных торговых точек глава региона поручил организовать в конце недели. Аймабрина Улжас Габасов Александр Цирикидзе, первый Карагандинский. Акимы города Сатпаев и Ясакаровского района приняли присягу в преддверии празднования Дня государственной символики. Торжественная клятва была дана в присутствии чиновников региона в областном Акимате. Новоиспеченных Акимов поздравил Нурмухамбет Абдибеков. Глава области пожелал им нести службу во благо народа и государства. Торжественное собрание, посвященное Дню государственной символики, началось с исполнения гимна. Аким области поздравил присутствующих с праздником и пожелал всем мира и согласия. Приступившие к своим обязанностям совсем недавно Акимы города Сатпаев и Ясакаровского района, Асхат Идрисов и Кайрат Шайжанов дали клятву нести службу согласно Конституции страны и интересам народа. 4 июня молодежь, преподаватели и чиновники отметили День государственной символики. Праздничное мероприятие с участием Акима города Нурлана Аубакирова состоялось в Политехническом колледже. Студенты и взрослые поколения выражали свое почтение государственным атрибутам через песни и проникновенные речи. Особый настрой празднованию придало 25-летие независимости Республики Казахстан. Актовый зал Политехнического колледжа заполнен патриотами с флажками. Мероприятие прошло в торжественной обстановке и продолжилось фестивалем патриотической песни «Коктуденжельберегене», начало которому положило массовое исполнение гимна. С поздравительным словом выступил Аким города Караганды Нурлана Аубакиров. Уважаемые карагандинцы, поздравляю вас с Днем государственных символов Республики Казахстан. Эта дата имеет особое значение для нашей независимой Родины. Государственные символы – это история нашей страны и его сегодняшний день. В фестивале приняли участие представители Совета ветеранов города, а также молодежь. В ходе мероприятия прозвучали известные каждому казахстанцу патриотические произведения. Алмагуль Дукенбаева – завуч по воспитательной работе школы номер 48. Она отмечает необходимость проведения таких мероприятий, ведь государственные символы должны почитать все, от мала до велика. Наши дети знают государственные символы, ведь мы постоянно проводим классные часы, открытые занятия и другие мероприятия, посвященные атрибутике. Знать значение символов – обязанность каждого гражданина страны. Организаторы отмечают, молодежь охотно откликается на такого рода мероприятия. Патриотический фестиваль навеян порывом души, и таких праздников должно быть больше. Аймам Рина, Гульнор Жакен, Ожас Габасов, Александр Тарикидзе, Первый Карагандинский. А впереди короткая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краш происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. К другим новостям. Экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева отпустили по УДО. Сегодня в 9 утра он вышел на свободу. Оставшийся срок чуть больше одного года бывший чиновник намерен провести в Астане по месту жительства. Напомним, Бауржан Абдишев был приговорен к пяти годам колонии за совершение коррупционных преступлений. Однако апелляционная коллегия областного суда 14 марта смягчила ему наказание, снизив срок до трех лет. Осужденный пробыл в исправительном учреждении один год восемь месяцев. Он оказывал содействие в организации досуга осужденных, участвовал в организации концертов, участвовал в учебном процессе, помогал усвоить знания другим осужденным. 19 апреля суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. Дождавшись вступления приговора в законную силу, он вышел на свободу. Теперь ему предстоит судиться с управлением парками, культурой и отдыха, который выдвинул иск против него с требованиями возместить ущерб государству. Так, согласно постановлению Казырбийского района суда города Караганды, от 19 мая 2016 года, учрежденный Апищев Боржон Тетевич освободился сегодня, вот 6 июня 2016 года, условно-досрочно. А неотбытый срок один год, четыре месяца и четыре дней. Государственные структуры, крупные компании и бюджетные организации в Карагандинской области не в полной мере используют в своей работе казахский язык. Информация во многих учреждениях подается в основном на русском языке. В ряде случаев руководители пресс-служб не владеют государственным языком, а в иных они оправдываются, что на пресс-релизы на государственном языке спроса нет. То есть журналисты не просят. Журналисты казахоязычных СМИ заявляют, что устали заниматься переводом и провели круглый стол для обсуждения данной проблемы. Аким города плохо владеет государственным языком. Его заместители тоже, поэтому судьба казахского языка очень плачевна в нашем регионе. Нужно подготовить обращение на имя Акима области и решать эту проблему. Многие государственные учреждения, крупные компании области готовят информацию для журналистов только на русском языке. Корреспонденты казахскоязычных изданий подняли эту проблему за круглым столом. Для обсуждения они пригласили руководителей пресс-служб данных организации. По словам организаторов, эту проблему должен взять на контроль сам Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Присылая пресс-релизы на русском языке, вы понижайте свой имидж. Ведь даже мелкие компании, заботящиеся о своем пиаре, выдают информацию на двух языках. Потому что они думают о своих потребителях. Этот вопрос нужно решать на уровне руководства области. Журналисты аргументируют, что устали заниматься переводами и слышать, что казахскоязычные СМИ отстают. Как выдавать оперативную новость, когда приходится ее сначала переводить, сетуют они. Обсуждая данную проблему, корреспонденты решили провести обучающий тренинг для пресс-служб, где покажут и расскажут, как можно преподносить новости на казахском языке. Надеемся, что наши планы не останутся неуслышанными местными исполнительными органами. Они должны помочь нам и навести порядок в этой сфере. Никому не позволено игнорировать государственный язык. На заседании присутствовали представители городского и областного Акимата. Они обязались принять всю критику к сведению. Обе стороны пришли к мнению, что нужно подготовить единый документ, в котором будут отражены требования казахскоязычных журналистов и направить его в Акимат области и другие госструктуры. Аймамрина Жаксалакнуртай, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Карагандинская школьница спасла и приручила ворону. Казалось бы, вроде птица не домашняя, но Кристина Валькова так не считает. Девочка уже дала имя новому питомцу – Каркуша. Самостоятельно готовит корм и ухаживает за ним. Подробности истории Кристины и ее нового друга Каркушей вы узнаете из следующего материала. Ученица одной из средних школ спасла от мальчишек и поселила у себя дома ворону. Кристина Валькова заступилась за вывалившегося из гнезда птенца, которого едва не затоптали мальчишки со двора. Нашла Каркушу на дереве и спасла ее от мальчиков, которые ее пинали и мячиком кидали в нее. Я ее приручила, принесла домой, накормила ее, напоила. И теперь она у меня живет. Несмотря на то, что семья девятилетней Кристины Вальковой живет в маленькой хрущевке, в доме есть еще кошка, собака и четыре хомяка. Каркуша не боится людей, дома чувствует себя отлично. Когда мой друг достаточно окрепнет, придется отпустить на волю. Хотя не очень хотелось бы, говорит школьница. Сейчас же Кристина уже задумывается о планах на будущее. Я хочу стать в будущем. У меня много предложений. Я хочу стать врачом, психиатром. Ну, много кто у меня. Еще хочу стать ветеринаром. Это не первая уличная птица в доме Вальковых. Год назад школьница принесла домой раненого голубя. Самостоятельно выходив, отпустила на волю. Друзья школьницы уже привыкли к безграничной доброте Кристины. Кристина, ну, как бы она хорошая подруга. Я очень знаю о ней очень много. Вот мне привлекает то, что внимание. То, что вот она постоянно, то у нее был то голубь, то теперь ворона. Вот. И вообще Кристина хорошая. Я с ней уже долго дружу. Люди нужны для того, чтобы совершать добрые дела, уверяет Кристина Валькова. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Несмотря на то, что купальный сезон еще не начался, на водоемах области утонуло 9 человек, в том числе 4 ребенка. Чтобы как-то снизить смертность на водоемах, на центральной водно-спасательной станции состоялся брифинг и практические мероприятия. Также были продемонстрированы правила поведения на воде граждан и характерные нарушения техники безопасности отдыхающими. Сотрудниками департамента ПЧС Карагандинской области был проведен брифинг, где они с удовольствием отвечали на все вопросы журналистов. Как выяснилось, большинство несчастных случаев происходит по вине самих отдыхающих. Незнание правил техники безопасности на воде и невнимательность – вот главные ошибки отдыхающих. Было установлено, сейчас с нами определено, 159 водоемов в общем по области. Из них 21 водоем закреплен за конкретными владельцами. Определены 6 городских пляжей, находящихся на введении тематов, и 34 частных пляжа. Но работа в данном направлении еще пока продолжается и устанавливается. Допустим, у нас по Караганде, именно по городу Караганде, если вы знаете, только два официальных места – это Федоровское водохранилище и Центральный парк культуры и отдыха. Но помимо этого, как показывает практика, основная гибель приходится на водоемы запрещенные. Если взять, именно по городу Караганде, это шахтоотстойники, котлованы, искусственные водоемы, которых у нас много расположено. На данном мероприятии была проведена выставка водолазного снаряжения и техники, а также плавательных средств и средств радиосвязи. По городу Караганде у нас ежесуточно заступают 4 человека, ежесуточно нанесут. Также на других спасательных станциях у нас также заступают люди ежесуточно для ликвидации ЧАЭС. В дневное время, конечно, людей гораздо больше, а ежесуточно на ликвидацию суточное дежурство, так скажем, по 4 человека. После небольшой выставки сотрудники ЧАЭС показали театрализованную сценку, где продемонстрировали работу спасателей. Подразделение, находясь здесь на водно-спасательной станции, поисково-спасательная группа, и также группа начала проводить поисково-спасательные работы. Ну а дальше сейчас все увидим. По сценарию двое ребят без разрешения взяли лодку. Без спасательных жилетов и страховки поплыли на середину озера. По неосторожности самих же отдыхающих случилась трагедия. Двое приятелей, не умеющих плавать, оказались в воде. После того, как спасательная служба услышала сигнал СОС, незамедлительно кинулась спасать утопающих. Тут-то и понадобились специальные водолазные снаряжения, техника, а самое главное – скорость, ведь каждая минута была на счету. Одного из пострадавших удалось спасти без затруднений, а вот второй к приезду спасателей уже утонул. Но тут подключилась бригада водолазов, и обоих успешно доставили на берег, где ожидала машина скорой помощи. Как говорит статистика, смертность на водах занимает третье место после ДТП и пожаров. Всем советуем быть внимательнее и стараться соблюдать все правила техники безопасности на воде. Асель Сазамбаева, Жокслык Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинском областном филиале партии Нур-Утан прошел тренинг под названием «Эффективные механизмы и гарантии подотчетности и прозрачности государственного управления в Республике Казахстан». Подобный тренинг проводится в связи с выходом в свет двух законов об общественных советах и о доступе информации. Данный тренинг рассчитан на два дня. За эти дни должны охватить 10 регионов страны. На тренинге будут рассмотрены отдельные положения закона о доступе информации, права пользователей информации, модель получения информации по запросу и обжалованию, трудности получения информации, а также развитие форм общественного участия Республики Казахстан. Мы говорим об общественных советах как новом органе, который был создан, и проблемы участия общественности в государственном управлении, она всегда будет и была. И вот после принятия закона в общественных советах сейчас стоят вопросы, как надо совершенствовать работу, как повысить эффективность. И как раз вот эти вопросы и другие вопросы являются предметом обсуждения тренинга эффективность работы общественных советов. Она организована ОБСЕ, депутат Мажилисом парламент Республики при содействии Акимата Караганинской области. Я думаю, что после обсуждения, после диалога будет принят ряд мер, которые затем пойдут в парламент и мы будем использовать в своей законодательской деятельности. И последнее. Компания ТО Караганды-Жары продолжает работы по установке общедомовых приборов в учетах электричества. Такая мера не обойдет ни один жилой этажный дом, ведь только так энергопередающая компания может уберечь предприятия от убытков, связанных с хищением электричества потребителями. Пользу от этого в скором времени почувствуют и сами жильцы, заявляют специалисты компании. Сегодня беседу о пользе общедомовых приборов учета специалисты ТО Караганды-Жарык решили провести с жильцами дома по улице Ермекова, 26. Они объяснили людям, что прибор учета поможет выявить потери электричества и сэкономить деньги. Ведь жильцам будет предоставлена точная картина потребляемой энергии по дому, включая подъездное освещение, дворовое при желании и подвальное. Хищения в таких условиях невозможны. Прибор учета дома Ермекова, 26.2 принят на границе балансовой принадлежности. Нагрузка, потребляемая домом, ложится под прибор учета. Все учитывается. То есть здесь, как вы видите, можно продемонстрировать и освещение подъездов, освещение домов. Все включено. Вместе с приборами учета людям объясняют необходимость создания новой формы правления дома, то есть объединиться в своего рода КСК и назначить кого-то ответственным за электросети. В случае установки общего прибора учета и счетчиков, граждане при желании будут платить за освещение подъездов и придворовых территорий. Этажи, площадки, освещение подъездов, элеваторные узлы, лифтовые хозяйства. В общем, ведется бесприборное потребление электрической энергии. Мы, в свою очередь, после выявления таких участков оставляем информацию, если существует КСК, если существует КСУ, старшие по дому, оставляем информацию. Также ТО Караганды-Жарек предупреждают, в случае игнорирования жильцами их предписаний и просьбы принять меры по установке этого оборудования, компания предпримет вынужденные меры по ограничению подачи электричества. Установка общедомовых приборов учета и электричества будет проведена по всему городу. На сегодняшний день компания ТО Караганды-Жарек уже установила 260 приборов учета в многоэтажных домах города. Со слов специалистов энергоподающей организации, такая мера коснется всех многоэтажных домов Караганды и области. О новостях на сегодня все. Спасибо, что смотрели нас. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Аман Солбонстат. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова